Да, кстати, скажите, тут ходил этот Афирюга? Нет, это Бабуина. Бабуина. Больше я никто не видел. Красивенький. Ну, даже знаешь, когда-то удачу сопутствовать. Я всегда мечтал что-нибудь такое покрупнее. В мешок набрали камней, а обратно забрали мешок мусора. Вот это вот, когда приезжаешь и мусор начинаешь собирать, а потом еще приходит человек, который говорит, что он здесь убирает и требует деньги. Давно вас не было в нашем канале. Появился. Появился. Вот такой вот красавица. Кто хочет поехать на Дунай, пишите в комментариях. Соберемся в компанию и поедем порыбачим. Приветствую вас, друзья. Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня очередная наша рыбалочка на Днестре за четвертым чеком. И будем продолжать снимать эту историю про этого афериста, который ходит здесь по берегу Днестра и собирает деньги. Но, по моим данным, этого Афирюги уже нет. То есть он уже не ходит, не собирает деньги. Вот, видать, может быть, к классе пришли не те, которые он ожидал, или что-то поменялось. Ну, короче, если вы помните, в прошлой части он говорил о том, что после выборов я вам тут покажу документы. Ничего он не покажет. Поэтому рыбаки приезжают сюда за четвертый чек и спокойно ловят без денег уже. Ну, и в этом мы сегодня должны убедиться во время нашей рыбалки. То есть я не думаю, что тут выходить. Но если будет, мы обязательно вам покажем. Сейчас уже конец октября месяца. Сыро, зябко. Поэтому одеваться нужно по погоде. И сегодня мы видим, да, какой-то уман. Посмотрите. На рыбалочке сегодня мы с Тарасычем. Тарасыч, приветствую. Доброе утро. Давно вас не было на нашем канале. Да, появился. Появился. Вот, мы с ним на два удилища. Я еще не забрасывал. Вот мои два удилища. Тарасыч уже первое удилище забросил. Короче, тут глубина, чтобы вы понимали. Вот прямо метров шесть, да? Под берегом. Под берегом глубина. Под берегом сразу метра три. Но метров шесть, это глубина уже где-то метров десять. То есть очень глубокое место. Здесь яма. И сейчас сюда как раз сваливается рыба. Кстати говоря. Кто это вам сказал? Кстати говоря, я хочу вам сказать о том, что с первого ноября лов рыбы в зимовальных ямах запрещен. У нас по Днестру, по-моему, есть. Ну, тут несколько. На Тарасычке есть? Нет, на углу там есть. Прямо на углу, да. Да, да, да. Есть, есть парень. Есть, есть несколько ям. Но у нас уже есть такое видео на YouTube-канале «Всёля клёво» по поводу этих зимовальных ям. Я вам обязательно покажу, где они находятся. Поэтому на этих местах рыбохранный патруль будет штрафовать, если вы ловите. Поэтому старайтесь не ловить на зимовальных ямах. Допустим, уже рыба как-то переживет эту зиму и нормально даст потомство на весну. Правильно, Тарасыч? Всё может быть. Всё может остаться. Может быть. Значит, на что мы всё дело ловим, друзья мои? Ну, горох – это не основа прикормки, хотя он у нас есть. Основа у нас сегодня прикормка чесночного типа. То есть, горох добавлен в прикормку карась-чеснок. Запах такой соответствующий. Вот, поэтому будем ловить они её. По наживке, как всегда, парыш, червь. И Тарасыч сегодня принёс ещё одну вкусняшку. Тарасыч, покажи вкусняшку. А где она? А вот. Здесь мотылик. Ага. И что, вы уже зарядили на мотыля? Да, они клюют. Начало многообещающее. Напоминает, друзья мои, о том, что берите с собой всегда мусорный пакет. Вот у нас вот такой вот уже готовый. Потому что сюда что-нибудь выбрасывать. Вот. Просто на тычки взяли тычку, воткнули. Вот. И у вас уже всё красота. Можешь сюда выбрасывать любые... Отходы. Отходы, да. Итак, друзья, забросила два свихудилища. Один у меня фидер хамелеон. Вы уже знаете, я его часто беру на рыбалку. С катушкой Ашу-40. Битранером. Такой чисто днестровский вариант. Который надёжный. Лёгкий. Качественный. То есть я его ловлю уже не первый год. И вот этот вот первый раз взял на рыбалку. Дайва-ниндзя. С такой же самой катушкой. Дайва-ниндзя. Пятитысячный шпулей. Будем тестировать. Я-я-я. Что, объедает? Так, ты разве что же вытащил третье удилище? Ему два мало, короче. Вы поняли, да? А, второе? Ну, я уже просто вижу три удилища. Раз, два, три. Ага. Вот раз ещё тоже. Хамелеончик. Третий лёгка, да. Ну, не работал, но... Ну, вытащил один. На червячка, да, трассы? Да, пробую. А что вы сказали, там вы намахлываете, да? Попробую. Вот. Вон, сейчас я покажу где-то, раз ещё, поплавок. Сейчас я, Николай, уберусь. Не бойтесь, я не наступлю. Да я не боюсь. Я боюсь только постареть. Кто-то бывает такой. Вот у него поплавочек стоит. На маховое удилище. И глубина, вы говорите, сколько? Метров пять. Пять метров, тут поняли? Четыре точки. То есть, вот буквально три метра. В трёх метрах глубина четыре метра. Пять, пять, наверное. Пять метров, да? Да, потому что, ну, где-то до кончика там. Вот-вот-вот вся леска. Четыре с половиной, видите, полторы. Вот-вот вся леска. А длина удилища шесть. Ага, то есть, тут метр, получается, ну, пять тогда. Да. Пять метров глубина. Прикольно. Я так думаю, что побольше, чем пять. И если бы больше, сносило бы, Тарасыч. Нет, так это я поставил так, чтобы не сносило. А когда я кидаю, оно сносит. Модный у него такой стульчик. Под удочку. Ну, так вообще. О, вот сам подвигает. Опа. Положили. Опа. И отдыхает. Да. И не сносит. Слушайте, а что не сносит у вас? Потому что на дне лежит сейчас. На дне не сносит, да? На дне не сносит. Тут есть, я бросаю. Ого. Ого. Вот здесь я бросаю вот так вот. Вот. Сейчас начнет легонечко нести. Вот. Несет, 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 несет. Не, оно и будет несет. Ага. Там глубина больше. Вот там на полметра больше. Может, сантиметров на 20, я не знаю. Ага. Вот так вот, видите? Оно же несет. Она все время плывет. Ага. Видите? Да, вижу. То есть, надо чуть-чуть ближе? Не, мне не надо чуть-чуть ближе. Я попробую проводку. Ага, проводочку. Это что, червячок? Не, это дно. Дно показалось на дне. Понятно. Ладненько. Вот ребята тоже приехали с нашего веберсообщества «Все для клево» Днестр. Видно, что ребята смотрят наш YouTube-канал и знают, что тут рыбалка бесплатная и приезжает и ловит. Вы поняли? Меня зовут Александр. Как вас? Олег. Олег. Очень приятно. Очень приятно. Вы смотрите наш YouTube-канал «Все для клево»? Конечно. Уже, не знаю, не первый год. Да? Конечно. И в нашем веберсообществе? Да. Вот. И в магазин заглядывал. Вот, даже в магазин заглядывал. Отлично. Это, я хочу сказать, что вот, я так понимаю, что вы увидели, что здесь можно ловить бесплатно и сюда приехали. Я правильно понимаю? В основном, да. Ну вот. Вот это именно главное, что я, в принципе, ездил раньше и туда, там, где требовали, я и не платил никогда. Ага. Но вот это вот, когда приезжаешь и мусор начинаешь собирать, а потом еще приходит человек, который говорит, что он здесь убирает и требует деньги, и еще ссоришься с ним час-два. Жесть, короче. Долго, но все равно я, мне как бы и тоже приятно, когда я отстаиваю свою точку зрения. Ну, правильно. Я отдаюсь под... Правильно. Вы тоже на два удилища? Да, два. Человеку тоже может два. И все. Ну, ты вот, тем более, мы больше не будем оставать у меня максимум, это три-четыре, и больше у меня и нет. Ага. Это будет не рыбалка, а работа. Да, нужно вот получить удовольствие, правильно? Да, все-таки спокойно. Сидишь, пьешь чай, кофе и уложи. Добрый день. Как рыбалка? Вы с ночевки? С ночевкой, да? Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, здравствуйте. Приветствую. Расскажите, пожалуйста, что тут... Вчера вы приехали? Нет, мы уже где-то двое суток еще с Валентином были. Валентин там уехал. А, вы тут засыпали дорогу, да? Да, дорогу там сутки. Надо бы больше, чем вы привозите, потому что очень мало. Расскажите, пожалуйста, что у вас тут за два дня? Что вы тут? Что поймали? Карп есть? Карп есть очень мало, практически. Ну, в случае 3 мы взяли, все. Ну, это не... Сварили уже? Сварили? Одного мы сварили, там пару остались. Слабо, короче, клюет. А на что? На что? На гранулы, вот, и... А запах гранулы? Запах идет чесночный, вот, на что взяли. А так больше покатишь. Ну, и лещики такие небольшие. А ну, покажите, что такие? Вот такие, как говорили, на срывоке, они очень большие. С такими глазами, я понял. Да. А так, в принципе, ну, то, что погода менялась, скорее всего, может быть, то, что ветер вот это вот крутило, дождь шел, поэтому она, наверное, не очень хорошо берет. Может быть, еще то, что температура... Как ночью? Холодно было? Не, ночью нормально. Сегодня только подбудет, немножко прохладно. Ну, сыро... Я вижу, что сырость такая серьезная. Да. Так что... Половим еще, посмотрим. И сколько вы еще будете тут сидеть? Да я не знаю, еще там мы сутки посидим. Ага. Посмотрим. Потому что передают дожди на субботу и воскресенье. Да, кстати, скажите, тут ходил этот Аферюга? Нет, это Бабуина. Бабуина. Больше я никто не видел. Да? Да. Потому что я как тоже с ним сцепился, это было тоже недели две назад, или три даже недели назад, мы были на рыбалке, тоже с ними немножко там зацепился за это самое, мне там про следсовет начало сказать. Я говорю, какой следсовет? Я говорю, какая-то бумага должна быть следсоветом. Ну, долго там мы с ними, короче, ругались. Он хотел там, нас просто привезли, и мы уехали, потом же, когда нас забрали. То есть мы там не находились, машина не находилась в ней. А он говорит, что, типа, вы должны платить за каждые сутки по 100 гривен, за то, что машина тут стоит, я говорю, на каком основании. У нас тут вообще не было, говорю, машины. Ну, короче, доказывать, что река-то не их, как говорится, они тут рыбу выращивают. Ну, разобрались там. Короче, требовал 100 гривен в сутки, да? Да, никто ничего не платил, мы тогда развернулись и уехали за вот это вот. Да, поэтому, друзья, и вы не платите за рыбалку, потому что... Никто не будет платить, потому что скоро вообще, я говорю, на голову сядут, уже все будет платное, и нигде не... Ну да. Просто люди не могут приехать, не отдохнуть, не посидеться. не порыбачить и так далее. 100%. Ладненько, пойду я перезаброшу свои фидерные училища. Так, ну что же, друзья мои, у меня... Первый не за стараться еще. Посмотрите, как он заглотил опарышек, вы видите? Бычочек такой, красавчик. Ну, это не наша рыба, мы не это хотели. Так. Что, вопрос все-таки на гранулу, как тот мужик говорит. А что он ловил? Карп, лещ. Вот есть гранул? Да, есть. У меня чесночный... Кстати говоря, я чесночный гранул... Опа! Тарасыча поклевочка. Да, на мотыля. На мотыля, да? Плечик-тарань. Что-то ничего. Да ладно. Не, ну я имею в виду размер, ничего. О! Козлик. Козлик. Козлик-мозлик. Ну, нормально. Вот такой. Тихо-тихо-тихо. Что-то такое. Ладошечный. Нормально. Сразу при том. На патерносто, да, трассы чего ловите? Ага, у меня онлайн, трассы чего патерносто. Конечно. Короче, не любит он подсекать. А у вас есть? Есть. У нас все есть. Понял. Спасибо, трассы чего. Вчера купил мотыля. Вот такого кормового, видите? Я что сделал? Я смешал его с прикормкой. Вот так вот. Видите? И буду забивать в кормушку, в середину кормушки вот эту вот смесь прикормки с мотыльком. Таким самым моментом мы, я так думаю, прилечем внимание особенно леща сто процентов. Это, в принципе, любую рыбу. Потому что тут она вся любит мотылика. Трассы чего он, видите, берет не кормовой, а такой насадочный мотыль. И цепляет на крючочек своего поплавочного махового удилища. А, ну, что-то вот не верил. Ой, его подцепить, это надо иметь здоровье. Вот из-за чего я его не люблю, блин, честно говоря. Плюс зрение. С ним, это там мудохаться. Да ладно, кому дохаемся. Ради хорошего карпика. Ничего не жалко, да-то? На мотыля. Все, достаточно. Огонь. И кто дофига. Опа. Так. Встал? Встал, потому что я на лес. Ах, я даже не сомневался. Что, перезабросили? Конечно. Вот оно. Вот оно, блин. Прелести ловли и на то хочу и на сёхать. Да-да-да. Не на то, или на то. Не, на то. Нет, раз еще. Без трудностей я нахариться жизнь плоха. Мы не ищем легких путей. Это сто процентов. Так, ну что, надо, чтобы клевало. Подлещик, да? Вот такое. Такое. Ну, клюет. Не скучно. Да? На мотылька. Ой, на мотылька, говорю. На мотылька на мотылька. Да? Да. Тоже я его цеплял, цеплял. Так, а ну-ка, расскажите, что тут у вас за красота такая? И дорогам окусочек. Ага. Грузик и все. Что там за красота? Все просто, как угол дома. Понятно. А диаметр лески как у вас? 22. 0,22, да? 16 поводок. Угу. Ну, для реки не страшно. Это... Для реки это не сильно тонкая леска, нормальная. Будут, конечно, поплавочники в нее плевать, голову, ну, хай, извиняюсь. На реке бывает и рыба попадается крыльчат. Это правильно все? Проводочку. Да, левоньку ведем. Так. Нет, нет. Так, так, так. Оп. Он начинает трогать. Есть. Вообще не скучно. Красавчик. Ну, по крайней мере, чем-то занят. А потом мы нацепим горошину и посмотрим, что будет брать на горошину. Иногда берет проводку на горошину, не фиг делать. Раз. Пробиваю, как попало, потому что не настолько я хорошо уже все вижу. Так, а что, облачки изящу? Я без очков пока. И что, дома даже читайте без очков? Без очков. Сопротивляйтесь? Пока, да. Ну, знаете, очки это уже. первый шаг к резиновой женщине не хочу. Юморист. По-стариковски будем читать. Юморист. Тарасыч Петросяне на канале все же клево. Ага, Петросяне. Опа. Что делает, я Петросяне. Тучечку немножко покорбили уже через сапарышем клюнуло. Оу. Оу. Так это же лещарик ее принадет. Это уже что-то. И недалеко, да? Это, друзья мои, вот такой вот красавец. Ммм. Как ему понравился через сапарышем. Тарасыч успешно продолжает ловить тарань? Там мало. Совсем мало. В проводочку, да? Красавчик. Ух ты. Приятно. Кто-то там. Покажись. Еще один лещарик. Ух ты. Этого надо брать с подсаком. Ой. Ой, ты иди. Сюда, мой красавец. Ого. Есть такое дело. Да? А где тут бумажный мотыль? Красивенький. Лещарик. Нравится ему. Наша прикормочка с мотыльком. И червь с опарышем на крючочке. Иди гуляй пока. Лещ, лещ должен быть. Хорошая такая поклевочка. Была яркая. Поводок. Поводок? Опа. Поводок какой длиной? Ну, где-то примерно 50 см. Длина поводка. Вот поменьше. Такой. Ну, тоже на червя с опарышем. Такой красавчик. Этот мелкий сильно. Это мы отпустим. Давай. Иди. Давай. Плыви. Просто интересно, как он будет выезжать. Он два раза заезжал, выезжал. Да? А, но. Гонщик серебряной мечты. Ага. Красавчик. Молодец. Нормально. Так, ну что же. Попробовал червя, убрал. Оставил одного, ну, двух опарышей. Или это такая мелочь. Понятно. Это вы типа на карпа поставили? Ну, типа да. Ну, на червя, правда. О, ну так ее пронятят. Это красавец. Вот он и хватит. Да? Да? Два крючка? Да. Так, ну что там у нас? Еще один. Красавчик. Так. Есть такое дело. Вот такой лещарик. Да. Что сделал, друзья мои? Не клевало, не клевало. Я уменьшил крючок. То есть, с восьмерки поставил вообще десяточку. Вот такой вот. Если вам видно. Через опарыша. Начала клевать. Причем, поставил одного опарыша и кусочек червя. Сразу поклевочка. Оп ты. Опять Рачинский. Да. Ну, это хороший такой. Да. Да, да, да. Красавица. Играет музыка. Поехали. Играет музыка. Вот такой вариант. Тоненький крючочек, тоненький-тоненький, вот такой карасик хороший. Идет. Зума только раз, и тогда два, и только три. Вот на эту соплю, плюс возьмем маленький кусочек червя, чтобы здесь застопорить, чтобы его сразу не сорвало мотыля. Вот так. Если я положил удилище, у меня уже поклевочка выглядит, как была. Давай его положу, пойдем смотреть. О, видели, да? О, есть контакт. Смотрим, вот он. Лещинский. Причем очень быстро. Да, пошла массовка. Ну так вот, практически в прямом эфире. можно так сказать. Вот он. Полакомиться хотел. Вот такой классный подлещик. Так. Есть. Положили удилище. Давай посмотрим, что будет. Насколько быстро у нас все отклевать. То есть, видите, как на мотыля классно расклевалось. На этом удилище отдельно его выделил. Поставил там крупную насадку на карпа карася большого леща. Там гранула стоит чесночная. Пусть стоит. Мне, в принципе, комфортно работать с одним удилищем. И все внимание уделять одному удилищу, чем двумя. Я же приехал сюда отдыхать, а не работать. А отдыхом должен быть удовольствием. То есть, обслужить даже два удилища довольно-таки сложно. Поэтому я предпочитаю, если в удовольствие, то ловить на одно удилище. dès 9. Попайки. ну так вот красивее лещик тире подлещик все-таки трассы был прав что мотыль рулит ну это мелковатый конечно согласен это не наш размер мы отпускаем сразу это уже пора боже раз я уже намекаю вам намекаю 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 поможет поедим уже нашим импровизированный стол на котором мы показываем пример рыбе как нужно клевать приятного аппетита начать дома ты короче работает 20 коробочка да бабушка будет скоро торчат на старакона олег приехал спортсмен наш одесский тоже приехал привез мотыля спасибо ему что поделился мотылем потому что у нас сегодня открытие шума ты реально работает лучше чем опара чем все что-либо ну захватывая куке русская пункта что-либо что-либо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, очередной рак Днестровский Тонкий маленький крючочек Вцепился ему в ногу Иди гуляй Так, Париж-Дакар начинается Ну да Интересно же, блин Когда люди говорят А что трудно туда поднести вещи? А если что, там есть уазик такой вездеход А, ну... А, ну... Так бы я... А не если что, под вытащить? Сейчас, ну, как его... Не, лопату уберется, наоборот И надо назад съедать Так... Вот это да! 2,5 Можно запускать видео? Да, да... О, красава! Беляй, гасите! Друзья, ну, такой улов сегодня у меня На рыбалке Вот такие вот лещики, подлещики Один карасик Вот специально положил Коробок спичетный Чтобы вы видели Примерные Там... Размеры Этих рыбок Вот... Норма улова не нарушена Все поймалось Практически одним удилищем Потому что я Второе удилище оставил И перестал на него ловить Потому что Не получал такое удовольствие Как ловлят на одно удилище В основном клевало на мотыль На мотыль С кусочком червя Или червь-опарыш Вот два варианта Насадки, которые были сегодня эффективны По прикормке Это был Карась-чеснок То есть чесночная прикормка Которую любят не только карась Но и лещ Вот, Валентин, навез строительного мусора Да, Валентин? Да Да, каждый может вот так взять Привезти сюда Александр, покажите Какая у нас тут яма Да, яма тут, конечно, серьезная Не одна Не одна Мы сейчас немножко сюда В эту яму Не, не надо Нет смысла Вот сюда Мы вот сюда Да, чтобы здесь можно было нормально проехать Потому что там, если будет разлив Оно пойдет А здесь машина может быть Мы сейчас сюда кинем Это будет хорошо Нормально, да Друзья мои Если вдруг вам Какой-то человек скажет Что платите за дорогу Чтобы понимаете Что тут Не за что платить Потому как рыбаки Все сами Ремонтируют Своими средствами Эти дороги Как могут И платить не за что Рыбалка у нас Бесплатная Вы это все знаете Да, забираем Вот каждый взяли По чуть-чуть По мешочечку Оттуда мусор За соседом убрали В мешок набрали камней А обратно забрали Мешок мусора И это было бы правильно Ну вот так вот У нас получилось Это уже что-то Более-менее Уже можно здесь проехать Даже в дождик Говорят, что дорогу делаем Мы тут дорогу делаем И собирали по 200 гривен Ребята Дорогу сами делаем Сами дорогу делаем И сами едем рыбачим Все правильно На бесплатную рыбалку Друзья мои На этом заканчивается наша рыбалка Завтра у нас 1 ноября, да? Наверное Что это 30? Да Точно 1 Вот Как говорит Трасыч Для начала ноября Очень даже ничего Да, нормальная рыбалка Так что все ловится Только мотылик Да, не забывайте брать мотыля Мотыль Это секрет Самый секретный секрет Который есть на самом деле Не, не только Наверное там еще есть Маленькие опарыши Как он называется Подпирать надо опарышем Либо кусочком червя Все вещи, да, надо Чтобы они были Да, поэтому Экспериментируйте с насадками Можно и не подпирать Можно и не подпирать Не надо там Кстати, где тут сидел один? Как рассказывали, ребята Поймал 2 коропа Да, 2 коропа взял Одного на пятерку Второго на 2 килограмма Да, да? Да Красавчик Сейчас подойдем к нему, узнаем Короче, на горох Вы поняли? На горох И причем кидает он Прямо под первую бровку В 5 метра В 5 метра Вот тут прям Если видео вам понравилось Ставьте лайки Жирнючие такие И подписывайтесь на канал Все для клева Мы прощаемся с вами До скорых встреч на рыбалке Всем удачи Всего хорошего До свидания Соберемся На Дунай На Дунай Да, хорошая идея, кстати Кто хочет поехать на Дунай Пишите в комментариях Соберемся в компанию И поедем, порыбачим Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Александр О, тезка Приветствую вас Очень приятно Подскажите, пожалуйста Говорят, вот тут Карпов наловили Кучу целую Нет, кучу нет Сколько? Ну, 4 Ого За сегодня? Да Красавчик И на что? На горох А покажите, что за горох Горох Знаете, ребята уезжали И мне оставили Ааа То есть вы даже его не варили Ну, я взял с собой немножко Да, я беру всегда Но я пользуюсь ихним горохом Что они оставили мне Там вроде конопля Мне говорят, там что-то еще кукуруза Там все такое Понятно И кормушка Куда далеко кидали? Чего ближе сюда Ну, откуда и середина где-то А, ближе к середине, да А, покажете карпика Что покажать? Карпика, покажите Покажу Вот он, красавчик Красивый, да? Да Да Однако Да Ну, даже знаешь, когда-то Удача сопутствовать Я всегда мечтал Что-нибудь такое покрупнее Самое большее будет Три с половиной Ну, я понимаю, что больше будет Ну, все Приятно Супер, да? Да Поздравляю Спасибо Конечно, эту мелочь Можно было бы отпустить Да, можно будет, конечно Но у нас же все равно Будет перелов Это, да Это я споймал С самого утра А, ну, да Это сейчас вот Потому уже, конечно же Что ж, я вас поздравляю Спасибо Всего хорошего До свидания До свидания Продолжение следует Продолжение следует...